Привет, дорогие мои друзья! С вами, как всегда, я, Олеся Медведева. Прямо сейчас будем подводить итоги уходящего дня. Сегодня у нас понедельник, 19 февраля, и немножко затронем еще день вчерашний. Начнем с ситуации на фронте и диверсий. Сегодня Миномороны Российской Федерации заявила об окончательном захвате Авдеевского коксохимзавода. Еще на выходных в России сообщали, что там остались украинские войска. Хотя украинские паблики при этом писали, что абсолютно вся территория города, включая и коксохимзавод, перешла под контроль Российской Федерации. Но, судя по всему, сперва завод был захвачен частично. Третья штурмовая бригада, в которой азовцы, и которая находилась в том числе и на предприятии, заявила сегодня, что попала в окружение, но вышла из него. При этом в бригаде добавили, что завод очень сильно пострадал от авиабомб. То есть, с захватом коксохимзавода можно уже окончательно говорить о падении Авдеевки. Теперь главный вопрос, конечно, как далеко. Смогут продвинуться россияне и смогут ли ВСУ удержать фронт на новых рубежах? И сейчас, судя по сообщениям с обеих сторон, россияне пытаются развивать наступление на Запад, на Ласточкино. По данным командующего группировкой Таврия ВСУ Тарнавского, бои идут на подступах к селу. Российские паблики вчера писали, что их подразделения уже действуют в самом селе. Еще один участок фронта, который пришел в движение, скажем так, Запорожский. Там, начиная с субботы, идут российские атаки с южной стороны. И мы об этом с вами уже в субботу говорили. Российские и украинские, при этом паблики, заявили, что россиянам удалось выйти на окраины Работина. Также телеграм-канал Дипстейт заявил о продвижении российских войск юго-восточнее Работина. Официально ВСУ, конечно, заявляет, что все эти атаки россиян на данном направлении были отбиты. В России же говорят о наступлении в районе Каменского, который находится недалеко от Каховского водохранилища. И это, кстати, самый короткий путь к Запорожью от линии фронта. Мы уже в субботу обсуждали, наступление россиян на Запорожье и Днепр потенциально куда более опаснее для Украины, чем если бы россияне развивали наступление на Донбассе. Поскольку захват Запорожья и Днепра рассекает логистику украинских войск на Южном фронте и вынудит ВСУ отойти на север. Кроме того, захват этих городов позволит россиянам создать плацдарм на правом берегу Днепра, откуда они потенциально опять-таки могут развивать наступление на Одессу и туда вплоть до Приднестровья. Но наверняка украинское командование тоже понимает, что такая угроза существует, потому вполне вероятно готовится здесь встречать противника. Тем более, что концентрация армии Российской Федерации на этом направлении ВСУ, их представители заявляли еще на прошлой неделе. Украинские паблики при этом зафиксировали еще движение российских войск на Бахмутском направлении у Ивановского. Все это расценивается как подготовка к вытеснению украинских войск на западный берег канала Северский Донец-Донбасс и дальнейшее наступление на Часовьяр. Но противостояние идет не только на передовой. В глубоком, скажем так, украинском тылу в Винницкой области подорвали железную дорогу. Об этом наше издание узнало из источников в правоохранительных органах. СБУ расследует дело по статье «Диверсия». На железнодорожных путях нашли остатки взрывчатки. А во Львове вчера под утро прогремел взрыв на промышленном предприятии. СБУ заявило при этом, что об атаке извне речи не шло, но вот уже вторые сутки ни правоохранительные органы, ни львовские власти не говорят о том, что же это там взорвалось. То есть не исключено, что этот взрыв все же как-то связан с оборонной сферой. Возвращаясь к потере и падению Авдеевки, еще поговорим о причинах и последствиях. Нам удалось пообщаться непосредственно с украинскими военными, которые следующим образом оценивают ситуацию и причины потери города. То, что нам дали приказ на вывод войск из города, правильно, неправильно, что его не дали раньше, когда стало понятно, что возникает реальная угроза окружения. Из-за такой задержки вывод прошел с большим трудом и потерями. В качестве причин произошедшего сейчас чаще всего называют две. Тотальное превосходство россиян в живой силе и тотальное превосходство в оружии, особенно кабах. Но это только часть проблемы. На самом деле, тотального преимущества у противника в личном составе нет. Если брать в среднем, то преимущество русских в живой силе на фронте где-то один к полтора. Но плохо то, что это соотношение меняется в пользу противника. К концу лета 2022 года у нас было значительное преимущество в живой силе, но уже весной 2023 года на фронте был паритет. А с осени у россиян появилось преимущество, и оно нарастает. Причины – наши проблемы с мобилизацией и потери во время наступления лета 2023 года. Под Авдеевкой преимущество у россиян к началу февраля было больше, в четыре раза примерно. Но это было следствием ряда других факторов, которые сыграли основную роль в падении города. Главная причина – россияне научились изолировать поле боя, то есть уничтожать нашу логистику. В итоге наши подразделения на передке не получали в нужном количестве пополнения и боеприпасы. И постепенно силы истощались, образовывались бреши, куда и проникал противник. Конечно, это было бы невозможно без преимущества россиян в вооружениях, о кабах и их огромной роли. В нанесении нам урона уже много сказано. Но у россиян очень большое преимущество сейчас в снарядах, которые далеко не всегда можно компенсировать FPV-дронами. Тем более, что у русских дронов также очень много. Однако, важно не только преимущество в количестве боеприпасов, но и управление огнем. Россияне научились быстро наносить удары сразу после обнаружения цели. Еще год назад такого не было. И вообще, тактика и вся система управления боем у них сильно поменялась. Год назад все обсуждали, как якобы прорывную тактику вагнеровцев. Постоянные волны атак небольшими пешими группами. Несколько волн уничтожалось, но в конце концов очередная волна в окопы запрыгивала. Однако, на самом деле, это был просто тупой мясокомбинат. Огромные потери при минимальном результате. Пригожину, вероятно, было на потери плевать. Он создавал себе политический имидж, для чего ему нужно было любой ценой взять Бахмут. Но благодаря пиару, эта тактика воспринималась тогда как какой-то ноу-хау. Ее начали применять и мы во время летнего наступления на юге и россияне. Но очень быстро обнаружилось, что это приводит лишь к огромным потерям. От толку почти никакого. Поэтому осенью наше наступление остановилось. Россияне, которые тоже понесли большие потери под той же Авдеевкой, тактику поменяли. Они используют Шторм-З и Шторм-В для выявления наших слабых мест, после чего бросают на прорыв ударные части, которые проламывают оборону. Постоянно идут отвлекающие удары, растягивающие наши резервы. Использование подкопов, одновременно удары по нашим тылам и логистике. Мы видим также значительное улучшение координации и связи у противника. Некоторые это связывают с появлением у россиян Старлинков, другие говорят, что у них есть какие-то свои наработки. Но факт в том, что решения они теперь принимают гораздо быстрее и стреляют точнее. И потери при такой тактике у них меньше, чем были в Бахмуте. Это все вместе и меняет ситуацию на поле боя не в нашу пользу. Меняет не быстро, не так, что завтра где-то россияне смогут за день-два прорвать фронт. Но постепенно, неделю за неделю они истощают наши силы. И в конце концов ситуация может стать очень плохой. Особенно, если русские проведут еще одну волну мобилизации. Как этому противостоять, тут я не буду оригинальным. Нам нужно больше солдат, больше снарядов, больше дронов. И нужно резко усилить фронтовую ПВО, чтобы бороться с авиацией и кабами. Но реально ли все это, я не знаю. Мобилизация и поставки оружия не мой уровень полномочий. Еще нам удалось поговорить с несколькими украинскими военными, которые смогли выйти из Авдеевки. И вот их рассказ. Реально ничего не было сделано для организованного отхода из города. Мы уходили самостоятельно, своими силами. Транспорта эвакуационного не было. Говорят, что может этот транспорт и был где-то в тылу. Но добраться в Авдеевку машины уже не могли, так как все трассы простреливались насквозь. Коксахим мог еще держаться, но был отдан приказ на отход. Прикрытие обеспечивала 3-я бригада. Эта бригада была заведена на Авдеевку слишком поздно. Что касается тактики россиян, то они теперь атакуют так. Сначала идут очень мощные артобстрелы и сброс кабов. Главные цели – позиции наших войск, дороги и тылы. Фронтовое ПВО. Затем поднимают массу ФП ведронов и прицельно добивают любое движение наших. Отновременно с этим идет подвоз их пехоты на бронетранспортерах по флангам. Русская пехота атакует малыми группами, выискивая слабые места и обходя украинские опорные пункты. Преимущество в живой силе у россиян еще осенью было лишь незначительным, но постепенно увеличивалось, так как мы не могли восполнять свои потери, а россияне постоянно пополняли. Соотношение дронов. Один наш на три русских. Плотность арт огня. Один наш снаряд на 10 русских. Полное превосходство русских в авиации. Плотность бомбардировки кабами колоссальная. Помимо мощных разрушений наших укрепов, они оказывают огромное психологическое воздействие после попаданий. Многие бойцы оглушены и морально подавлены. Русские постоянно вели наблюдения за Авдеевкой с дронов и четко знали, где наши позиции, куда мы перемещаемся. По поводу оборудования новых укрепов к западу от Авдеевки, то работа еще ведется, но в авральном режиме. Есть ощущение, что командование не рассчитывало, что Авдеевка падет уже в середине февраля. Также остаются проблемы с техникой. При оборудовании позиций россияне, взяв новые позиции, тут же пригоняют мощную технику и быстро оборудуют мощные укрепления. У нас, к сожалению, не так. Сегодня в прессе прошла информация, что в Испании был убит российский летчик Максим Кузьминов, который в августе угнал российский вертолет Ми-8 в Украину. Заявлялось, что убийство произошло еще 13 февраля. По данным журналистов, Кузьминова выстрелили 12 раз, а после еще и переехали на машине. Сначала возникли сомнения, что речь идет именно об этом пилоте, потому что в материалах было как-то много несостыковок, несовпадений с данными Кузьминова. Однако затем представитель украинской разведки Юсов подтвердил, что это он. Источники в Гурзе вели украинским журналистам, что пилот был убит после того, как к нему в Испанию приехала из России бывшая девушка, по другим данным бывшая жена. Также там сообщили, что он отказался жить в Украине и сам решил переехать в Европу. Напомню, в октябре на российском ТВ вышел про Кузьминова сюжет, где, по сути, давалось понять, что его как изменника или продажную шкуру намерены убить. Поэтому ряд российских пабликов предположил, что информация об убийстве Кузьминова это вброс украинских спецслужб, чтобы обеспечить этому пилоту безопасность, объявить об его смерти, а потом поменять документы, а быть может даже сделать и пластическую операцию, чтобы его даже визуально никто не узнал. Хотя, с учетом того, что это убийство действительно имело место и произошло оно в Испании, а не в Украине, где, согласитесь, было бы намного легче все обустроить, данная спецоперация выглядит слишком уж сложной и чересчур многоходовой, чтобы это все осуществить, провернуть. Правда, есть еще одна версия, что публикация о том, что Кузьминов был убит в Испании, появилась без ведома гур. Но украинская разведка решила использовать эту информацию для своего легендирования в отношении Кузьминова и сбиться следа потенциального киллера. Хотя эта легенда, конечно, может быть легко разрушена. Опять же таки, все произошло не в Украине, а в Испании. Если испанская полиция заявит, что это другой человек, это не этот российский пилот, то, ну, все как бы станет понятно. А теперь немного, скажем так, об информационном послевкусии, что ли, от Мюнхенской конференции. Одна из главных тем там, понятное дело, была Украина. Но вот что касается публикаций в западных СМИ, то они в большинстве своем по этому поводу, по результатам Мюнхенской конференции, ну, такие, мягко скажем, неоптимистичные. Вот, например, Financial Times пишет. Победы России пошатнули веру мировых лидеров в перспективы войны в Украине. Издание отмечает, что еще год назад участники конференции излучали оптимизм относительно перспектив Украины. Но в этом году, когда конфликт склонился в пользу Москвы, а вера в поддержку Запада угасла, то оптимизм сменился неослабевающим унынием. Прошлый год был очень самодовольным, когда столько надежд возлагалось на украинское контрнаступление, сказала Хизер Конли, глава немецкого фонда Маршала. В этом году перспективы мрачнеют, поскольку Россия восстанавливает свою армию и переходит к военной экономике. Ну и прогноз она дает тоже, мягко скажем, не радужный. Мы увидим, как Украина понесет потери на поле боя, мы увидим значительные успехи России, а у украинцев не останется боеприпасов. Адмирал Роб Бауэр, председатель военного комитета НАТО, признал, что Запад был, как он выразился, чрезмерно оптимистичен в отношении войны в 2023 году, полагая, что если мы предоставим украинцам необходимые боеприпасы, обучение, они победят. А теперь, как добавил он, мы должны быть осторожны, чтобы не быть слишком пессимистичными в 2024 году. Тот факт, что Украина по-прежнему является суверенным государством и что украинцы вернули 50% того, что русские взяли в 2022 году, примечателен. Интересно, откуда у него данные про возвращение 50%. Издание «Политику» по итогам Мюнхенской конференции пишет, что текущий план Запада просто не дать украинской армии развалиться. Ничего себе! Они пишут, многие политики и чиновники заявляют, что Украина проиграет войну без дополнительных 60 миллиардов долларов военной помощи США, но они также не были уверены в том, как может выглядеть победа Украины даже при таком усилении. Плюс вице-президент Камила Харрис, имеется в виду Соединенных Штатов Америки, заявила, что план «Б» на случай невыделения Украины этой суммы они так и не придумали. То есть есть только у них план «А». Хотя, судя по всему, в Афганистане у них был план «Б», и они им воспользовались. Но, как мы видим, баталии вокруг выделения американской помощи Украине продолжаются. Многие политики, американские демократы, говорят о том, что Украина, даже если ей не дать денег, они все равно будут сопротивляться России, они будут держаться. А некоторые, например, сенатор-республиканец Линдси Грэм, вообще считают, что Украина еще и платежеспособная, предлагает дать ей помощь в кредит. Внимание, под что сейчас скажу? «Я, говорит, хочу превратить пакет помощи в кредит, и это имеет для меня смысл. У нас долг на 34 триллиона, у Украины есть полезные ископаемые, у них много ресурсов». Он добавил, что это идея Трампа, кстати. Если ее принять, думаю, можно получить много голосов в Палате представителей и Сенате. Ну, дорогие мои друзья, нужно отметить, что в таком случае будет уже совсем другой привкус у западной помощи, если это можно так назвать. Ну и, как говорится, налицо будет понижение союзнических отношений, что в очередной раз даст почву о публичных рассуждениях и дискуссиях на тему того, что Запад предал Украину. Эти дискуссии и так ведутся, а так они могут усиливаться. Что думаете на этот счет? Кредит в обмен на природные ресурсы? Пишите свое мнение в комментариях. На этом у меня пока все. С вами была, как всегда, я, Олеся Медведева. И совсем скоро снова увидимся. Не забывайте подписываться на наши каналы в Ютубе. Ясно-понятно, страна Юэй, Медведева Про и наш телеграм-канал «Политика страны». Поддержать нас донатами тоже можно, если такое желание есть. Вся необходимая информация в описании к каналу, в описании к видео и в прикрепленном комментарии. До скорых встреч. Скоро увидимся. Пока.